bitcoin снова застрял на уровне 20000 долларов ребята вот уже вторую неделю мы с вами видим этот боковик в диапазоне 19 500 20 600 примерно происходит явно накопление позиции крупным игроком то есть посмотрите здесь плита на 19 500 не опускает цену ниже при этом есть сопротивление на уровне 20 500 2700 вопрос в том крупный игрок набирает позицию в лонг или в шорт собственно это главный вопрос который сейчас всех мучает поэтому давайте вместе попробуем разобраться что нам говорят графики индикаторы он чейн дата фундаментал и так далее и тому подобное если вам нравится крипто контент обязательно не забудьте поставить лайк подписаться на канал и нажать на колокольчик чтобы не пропускать следующие выпуски погнали собственно говоря что как я уже отметил у нас тут есть огромный интерес со стороны покупателя на уровне 19 500 и также на уровне 19000 если скажем так эту плиту всю пробьют продавцы то следующий уровень 19000 также у нас тут есть интерес и продавца как мы можем видеть мелкого продавца который разгружается на любом отскоке в общем грубо говоря рай для скальпера я это называю по 19 700 покупай по 20 300 продавай но это все вы понимаете что будет не вечно и в какой-то момент случится пробой в какую-то из сторон по логике вещей пробой конечно уже пора делать наверх даже если будет перед этим финальный слив которого сейчас так все ждут об этом мы тоже поговорим то потом все равно и пойдет наверх я думаю вы понимаете прекрасно но что делать сейчас я предлагаю посмотреть на более глобальный график на историю и проанализировать то что сейчас происходит во первых сложность майнинга биткойна выросла сразу на девять процентов то есть хешрейт сети уверенно растет давайте-ка посмотрим хешрейт сети биткойна практически подбирается к своему all-time high как мы видим из графика и как мы знаем с вами что цена очень тесно коррелирует с хешрейтом в долгую цена всегда догоняет хешрейт который соответственно постоянно растет и сейчас мы видим чуть ли не самое глубокое расхождение этих двух параметров посмотрите-ка у нас цена очень сильно упала примерно на 70 процентов мы скорректировались а хешрейт за это время ну грубо говоря вернулся к тем же средним отметкам соответственно сейчас если хешрейт пойдет переписывать all-time high помножить это все на дефицит предложения как мы с вами знаем битков то на биржах больше не становится их становится меньше и с каждым разом я думаю что это должно очень позитивно сказаться на стоимости актива чисто технически смотрите похоже что мы сейчас рисуем дно подобное вот этому дну в январе 19 года когда мы отскочили немного потом спустились вниз не обновили low и только после этого уже началась фаза следующего роста причем с последующим падением примерно к тем же значением то есть долгий на самом деле если пренебречь вот этими экстремумами то у нас с вами был долгий плавный такой восходящий боковик который длился еще год и понятно что история не повторяется но она рифмуется и сейчас похожая ситуация на мой взгляд у нас по многим многим параметрам ну во первых что мы помним с вами у нас писай колботом отсигналил что это дно этот индикатор написан по двум предыдущим значениям то есть он еще в деле мы его ни разу не видели насколько он точно показывает и не ошибается ли он но судя потому что писай колтоп у нас также написаны по предыдущим двум вершинам отсигналил довольно таки верно вот эту вершину но тем не менее мы после этого сходили выше 64 на 69 поэтому мы здесь тоже можем все еще сделать ложный закол на двойное дно куда-нибудь пониже и это не отменит как бы того что это в целом все равно будет глобальное дно что нам говорят бит фен икс лонги помните мы с вами за ними наблюдаем умные лонги на финики умные лонги на финики в принципе все еще на олтайм хаях особо они не разгружались то есть посмотрите вот тут у нас был предыдущий пик умных лонгов это было локальное дно после чего мы выросли в два с чем-то раза и они разгрузились да то есть четкая обратная корреляция цены и накопления здесь опять же смотрите мы падали лонги набирались и пока мы не выросли лонги особо не скидывают то есть какого-то вот такого вот движения по уменьшению умных лонгов и росту цены я думаю что ожидать стоит другой вопрос что если сейчас цена пойдет вниз то эти лонги просто добавят еще и только после этого начнется это движение поэтому тут сближение этих двух линий неизбежно но когда она произойдет сейчас или чуть позже это мы увидим вот еще важный примечательный момент ребята это конечно 200 недельная скользящая средняя как вы знаете все предыдущие разы мы от нее отбивались идеально как от дна и ниже нее особо сильно не проваливались но разве что тенями свечек вот тут вот тут грубо говоря не так сильно как сейчас здесь вообще и удержали сейчас же посмотрите мы ее не удержали пробились ниже сходили на ретест ее как сопротивление ложно прокололи и сейчас отваливаемся от нее как от сопротивления это в целом-то на самом деле медвежий знак говорящий о том что есть еще куда снижаться нам в перспективе более долго накапливаться перед скажем уже разворотом и продолжением бычьего тренда и на стороне этого говорит то что мы видим дам по всем рынкам фондовый рынок у нас как бы еще грубо говоря только начал тренд понижающихся минимумов и максимумов то есть такой расширяющийся канал есть и тут тоже как бы падать и падать еще даже до той самой 200 кользящий который мы прокалывали на коронодампе и от которой отбивались вот здесь в декабре 18 года так что в принципе если фонда полетит вниз часто кратковременной корреляции с криптой даст о себе знать плюс dxy dxy у нас индекс доллара просто to the money неистово посмотрите на это dxy уже подобрался к уровням на котором он был летом 2002 года ребята dxy так высоко не был 20 лет 2002 года это все конечно же связано с евро надо понимать и с другими фиатными валютами которые дампятся сейчас по отношению к доллару и опять же этот индекс не учитывает рубль потому что если бы он учитывал рубль он бы не так пер наверх как вы понимаете но тем не менее что есть что есть и мы видим все еще корреляцию пускай временную корреляцию крипто рынка с этим dxy тоже то есть естественно что мы понимаем что этот парабола в какой-то момент сломается dxy пойдет в коррекцию и вот там то и будет скорее всего расцвет крипто рынка рынка золота акций и всего остального но вернувшись ребята к биткойну и к 200 скользящий средний на стороне быков я хочу сказать другая ситуация что да вроде как мы конечно же и пробили 2 сотку и не удержали ее да то есть она выступает теперь как линия сопротивления но если вы посмотрите на total market cap то есть капитализацию всего крипто рынка то здесь ситуация другая мы как раз точно удержали 2 сотку как это мы делали и здесь и здесь посмотрите и только тени опускались ниже а тела свечек у нас стоят выше над ней то есть здесь пока у нас выглядит все очень хорошо это капитализация всего крипто рынка вместе с эфиром и с топовыми альткоинами соответственно если мы посмотрим на total 2 капитализацию только альткоинов без биткоина тут еще лучше мы удержали посмотрите даже не прокололи а total 3 капитализацию альткоинов без эфира тут мы вообще над ней парим смотрите то есть вы скажете конечно есть куда падать но в целом мы показываем здесь большую силу о чем это нам говорит ребята о том что мы в альтсезоне хотите верьте хотите нет мы находимся в альтсезоне то есть большинство монет сейчас показывают себя лучше чем bitcoin за последние три месяца и действительно мы это видим и по графику доминации btc что мы в очередной раз приблизились к нижним значениям и знаете есть золотое правило в тех анализе чем чаще мы долбимся об уровень тем вероятнее мы его пробьем так вот если мы сейчас пробьем уровень 39 40 по доминации то в принципе следующая ступенька это 36 процентов это предыдущий all-time low доминации или all-time high альтсезона 2017 года собственно где и была желтая точка точнее незадолго до этого была здесь желтая точка которая сигналила о том что все вот она w и это конец сезона то есть похоже что мы сейчас идем выбивать этот уровень возможно даже спустимся еще ниже о чем это говорит да о том что в краткосроке лучше находиться в альтах чем в биткоине не на всю котлету естественно не на весь ваш крипто портфель а я имею ввиду спекулятивно на ту часть котлеты на которую вы собственно трейдите и перекладываетесь из монеты в монету ну например посмотрите эфир к доллару держится гораздо лучше чем биток как и вообще так и в моменте посмотрите биток у нас уже трется о нижнюю границу канала при том что эфир парит достаточно высоко и многие другие альткойны сейчас вы посмотрите даже если старые альткойны вы увидите что там нормально все у них и новые и старые альткойны если посмотрите то в целом да они конечно иногда жестко падают но отпрыгивают тоже хорошо поэтому на мой взгляд даже на падающем битке мы сейчас можем увидеть альтезон к битку то есть смотрите эфир к битку уже стоит почти 8 миллионов сатоши и находится при этом в бычьем тренде как локально так и глобально и в принципе эфиру к битку дойти до 10 миллионов сатоши абсолютно плевое дело как вы можете видеть более что он там был уже в семнадцатом году а если он дойдет до 10 миллионов сатоши на этом хайпе с proof of stake и так далее то соответственно 10 эфиров будет стоить один биток друзья вы понимаете этот расклад не 32 эфира как недавно там или 50 эфиров а всего 10 эфиров один биток вот это вполне реальное будущее на мой взгляд и ну скажем если биток даже уронит сейчас на 16 тысяч долларов условно говоря а эфир будет стоить всего 1600 где он сейчас есть то пожалуйста вот и 0 1 а если эфир на 3 200 сейчас запампит что тоже вполне возможно то он будет стоить все 0 2 битка и это надо понимать ребята что альтезон измеряется ценностью альтов биткойнах поэтому еще раз вам говорю тут и дэш и лайткоин и биткэш все это может стрельнуть так что мало не покажется просто выдать вам хорошие иксы в сатош их поэтому вот такой вот альтезон ребят не то что все к доллару часто за монет а все идут вбок биток идет вбок либо растет медленней либо чуть падает либо растет чуть медленней аль ты в этот момент растут чуть быстрее либо падают чуть медленнее к доллару соответственно к битку они набирают ценность вот что сейчас и будет происходить на мой взгляд ребята и что уже в принципе происходит как мы видим вот так что вот такая на сегодня информация торгуйте аккуратно Carne с риск-менеджментом, не забывайте, что нужно ходлить на холодных кошельках, не держите все средства на бирже, не торгуйте на все свои средства ни в коем случае. И пишите в комментариях, что думаете, какое у вас ожидание по рынку, ждете ли вы очередное дно или вы думаете, что все, пора уже на ту за мун собираться. Подписывайтесь к нам в телеграм-канал обязательно, там очень много интересных вещей. Ну и не забывайте о том, что когда все ждут дно, возможно оно уже было, как мы видим из этой картинки по RSI. Все, всем профитроли, спасибо, что посмотрели этот выпуск, ставьте лайк обязательно, подписывайтесь на канал, подписывайтесь в телегу и скоро увидимся, пока. Субтитры сделал DimaTorzok